Иисус говорит о вечной жизни, как мы видим, дает вечную жизнь. Вот эти все слова о вечной жизни Христа. Помоги Господи, звоните, если что. Там интернет есть тоже для связи. Помоги Господи вам. Бесплатно и крупный шрифт даем. Это все слова Иисуса Христа о вечной жизни. Мы тоже дарим. Сегодня праздник прелетит. День Святой Кроицы. Настывается день рождения Церкви. Хорошо видать. Ну, отличный. Православные потрудились. Благодарим вас. У меня жена распоряжована за два года. Ну, тем более. Может быть, вы хотите, чтобы ей рассказали, мы можем, у нас сестры могут прийти, рассказать ей. Мои? Братья. Ну, ничего не поможет. А, то есть она плохо слышит, да? Она все говорит. А, вон что-то, ясно. Ну, а вы читаете или что-то? Ну, так старается. Видите, тут разговор идет о вечной жизни. Человек, какой бы ни был сейчас у вечной, на том свете Господь его сделает совершенно здоровым. Ну, как будто он никогда ничем не болел. Если только он уверует в его слова, которые здесь написаны, о вечной жизни. Христос, он спасает только нас. Больше никто. Ни Магомед, ни никакие другие лжепророки не спасут. Только один Исус Христос. Ну, может, поможет? Конечно, поможет. Надо только молиться. Да, и прочитайте, в первую очередь. Если интернет есть, выходите к нам сразу. Помоги Господи. Сегодня праздник Святая Троица. Сошествие Духа Святого. Нет, нет, нет. Не веруете в Бога вы? Вечной жизни хотите? Нет. Я коммунист. А, коммунист, король? То есть просто закопают, как собаку, чем-то и все, да? Нет. Нет? А что будет? Там Ленин вас ждет на тот свете или что? Христос только спасает, не Ленин никто. Вот Евангелие, Евангелие, крупный шрифт, все слова Иисуса Христа о вечной жизни. Нет у меня здесь, я сижу, денег нету. Какие деньги дали? Все равно. Я не прошу, что у вас деньги. Я вам даю вот это на совсем, чтобы вы читали. Нет, не надо ничего. Без класса. Я тоже обязательно попросил Иисуса и зашел на Акосово. Ну, правильно, да? Нет, ну что ты мне говоришь? 30? Каким родителям? Родителям, я вас пытаюсь. А-а-а. Я не прислушиваюсь. Ага. Ну, это сложный вопрос. 30 шрифт, это много очень. Это целая евангелизация. А где вы, когда вы собираете собрание родительское? Понятно. Потом. Он такой-то замечательный. Понимаете, вот взять просто и так вот всем насильно раздать, у нас это вообще не... Вот. Я знаю, да? У кого нет евангелия, да? То есть родители, спросите. Ну, как я буду у всех спрашивать? Как? Ну, мы так его расспрашиваем. Нет, например, на собрание. У кого нет евангелия, я вам раздам, да? Так же не может быть. А вы не знаю, ли, я могу это спросить. Почему? Это наоборот так и надо делать. Это, ну, все равно, что как вот когда вы об учебниках говорите детям. У кого там все учебники, родители, ну, там кто-то одного поднял, допустим. У меня одного сына там или дочери нету. Что-то такого. А здесь евангелие, вы просто... Зачем вам это писать? Я не могу понять. Евангелие? Как? Это правда, я не знаю. А вы воспитатель где? Я воспитатель. В детском саду, из детского сада уже вы евангелие? Нет, я имею в виду... Вы православная? Да. Родители должны читать. Вот это... Вы сами до этого дошли? Конечно. Ну, как сама. Я читаю, я очень много. Дело все в том, что у нас очень большой уже опыт нахождения среди людей. У всех людей практически Библия есть. А Библия это есть евангелие уже. Все. Практически все имеют ее. Но они как проходят, пробегают. Да у нас есть это все. Да у нас есть это все. Да мы не про то, что есть у вас или нет. Мы ни в коем случае даже не сомневаемся, что у вас есть. Ну, вы не читаете же. Ну, конечно, не читаю. У меня нет, я взяла все. А когда вот разговариваешь с человеком, они же мои родители. Мы с ними каждый день общаемся. Понимаете, конечно, было бы хорошо. Но они родители, они люди, которые, ну, зарабатывают деньги и так далее. Они же могут купить это все, евангелие. Причем, хорошо бы еще и детское купить, евангелие. Оно-то вообще дорогое. Мы, правда, и детские тоже, у нас и детские бывают, мы распространяем. Мы просто выходим на улицу благорестом, когда у нас появляется, мы распространяем, сколько есть. Сейчас у нас красные были, до этого синие. До этого были черные. Ну, всяких. Ну вот красные я у вас на православные взрослые 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 взрослые. А-а. То же у меня, ну как, я человек не, как бы, не высоко, но это, там, достатка, да? Поэтому я и раздаю таким, который, ну, я с такими знакомыми, чтобы не высокоить. А, ну, если у вас такие есть, я вам дам еще две, парочку, вот, возьмите. Таким совсем у кого уж невысокий достаток. А остальные, я думаю, родители на целую, не стоит этим заниматься. Вы просто спрашивайте, и какая цель-то ваша, думаете, будет читать? Ну, когда начинаешь читать, вот, мысли же какие-то идут, и уже, ну, снимайте меня. Да-да-да, нет, это для... Это для нас. Это для духовного просвещения людей, чтобы люди понимали. У вас хорошие же мысли, правильные. Давайте, я не полю вас, я просто ваши мысли могу сказать. Ну, это вот у вас своего рода благовестие такое странное. Ну, вот мы ходим по улицам, ну, это такое чисто апостольское благовестие. Ходите к людям. А у вас на месте такое благовестие, ну, вы его применили, вам же могут и где-то запретить и так далее. Ну, я могу спастись вот с этим, смотришь, да? Ну, да, конечно. А когда вот человек, а видишь, он просто погибает с водой, ну, не может быть, хочется, чтобы он погибся. Да, это вот, это у вас совершенно правильная апостольская позиция о том, о чем говорил Христос. Совершенно верно. Ну, это у вас, вот вы сейчас пока стараетесь тем, кто ближе к вам, а потом вы поймете, Христос вообще всех сказал, говорит, идите проповедуйте всей твари. Твари – это творение, творение Божие. Творение – это только к разумным существам относится, только к людям. Он хочет поступить в Регинскую школу. Ну, тоже это нормально все, и в Регинской школе, но главное вам родиться свыше. Вот они рождены свыше, вот они, счастливые апостолы. Вам нужно родиться свыше. Вот это познание, которое в вас, что вы должны людям дать, показать путь спасения, это вам от Господа. Вы уже начинаете рождаться свыше. У вас осталось только троекратно креститься и троекратно полное погружение. Как все были они крещены? Вы знаете, как были крещены? Троекратно, в воду. А у вас не было крещений? Крещение – это погружение. Но вас не погружали здесь? Я не погружала. А где вас погружали? Твоя маленькая была. У меня возили солейский. А, да там нет, кто там погружал-то. Там тогда Войтович был, никто там погружал. Сто процентов. В Войтович – это прохиндея священства. То есть надо еще раз креститься? Нет, не надо, вам надо просто погрузиться. Ну, вы тоже по кресткам можете. Нет, не думаю, что вам это сложно будет очень. Вот на сайт пусть зайдут. Вот на наш сайт зайдите, вот видите, вот оно крещение идет. Вот батюшка у нас. Вот батюшка, вот люди идут прям в воду. Вот он заходит сам в воду и сейчас будет крестить. Троекратным полным погружением. Это потеряем, как мы смотрим. Сто километров. Вот в этом году у нас будет крещение. Вот у нас девушка подготавливается тоже к крещению. Хорошо, что вас встретила. Вы обязательно зайдите. Очень обязательно. Я вот 4 месяца. Без воды и духа невозможно возродиться в душе. Я просто за вашу душу. Обязательно зайдите туда. Обязательно зайдите. И придите по адресу или позвоните. Откажите. Вам это надо. Помоги Господи. Давайте помоги вам Господи. А вы так же, как и протестанты. Святой дух идет только от Бога. А мы вам дали чего? Вы не берете? Нет, я просто знаю, что на другом. Вот видите, что... Возьмите вот буклет. Нет, нет. Противоречие в чем, что вы считаете. Квест все-таки это орудие убийства и суши ничего больше. Я вот сам был прищен. Нет, бессознательно. Но знаете почему? Просто я протестантский. Вот когда Вадим Бутов приезжал в православный. 11 лет назад. Я был тоже там. Я вот все. Но я с ним заходил, очень долго разговаривал. Согласитесь, он не шарлатан, не мелкая. Он крупный. И все. Крупный шарлатан. Нет, нет. Просто отчего это все идет. Ну вы же согласитесь, что идет. До распятия Иисуса вы знаете, что воскресенье назывался неделей. День это неделей назывался. До распятия. Потом же смотрите, что суббота все равно. Раз все идет и его... Пасха это что? По-еврейски это исход. Это выход евреев из египетского племя. Ничего. А потом ветхий и новый завет. Это же в чем что? С одной стороны, почему так мусульман? Если ветхий завет, знаешь, то же самое. Потому что ветхий, или старый, не свеет Иеговы. И вы же знаете, вот допустим, так родилось Рождество. Это сортур-анализ в Зевнем Риме, его закрыли с 25-го. Потому что, заметьте, Рождество, Пасха всегда плавающая. Это исход у евреев, то, что она по лунам ведет. И у православных, что обязательно после этого. Возьмите отворец. Спасибо. Я придерживаюсь того, что в Европе говорится. А мы, конечно, не придем. Мы, конечно, совершенно придерживаемся. Ну давайте, вы бесплатно дайте. Да, мы можете выбрать. Да мне, можно всем. Вы все ходите? Конечно. Я могу дать все, если вы будете читать. Я читаю. Обязательно. Мне очень много нравится у вас, что написано. Да, вы хорошее делаете. До выводов у вас все идет отлично. Да. Ну, конечно, выводы. Вы же троицу не признаете. У вас вывод один. Вы все правильно пишете, а потом в конце троица не признается и все. А до этого-то все верно. Ну я не хочу задеть ваших чувств. Просто когда я исследовала... Моих чувств? Ну я объясню. Вы не представляете, как они уже задеты. Чувства мои. Иисусом Христом. Так сильно задеты. Вы думаете, я буду на вас обижаться? А такой христианин подошел к вам рассказать о Святой Троице и начал обижаться. Ну я объяснила почему. Видите, это день рождения Церкви нашей сегодня. Я очень радостный, потому что счастье переполняет сердце моего. Ну радостное сердце. А вот вы заметили, что наши. А кто это имеет за виду? Какое наше? Так вы дадите мне что-нибудь тогда? Ну вы можете взять любое. Ну давайте вот Библию я возьму. Очень интересно. Спасибо Господи. Ну можно я хотела сказать. О Библии? А, да, да, да. Ну и что? Да кому-то скажите. Кстати, вы в православную церковь приходили раньше? Ну я вообще армянка подозралась. У вас только одна православная церковь и должна быть. Ну у вас не совсем православная. Ну понятно. Ну согласитесь, что религия, она не должна быть при рождении получать. Да, человек взрослеет и сам определяется. Ну вы определились, я вижу, да. Вы определились. Вы выбрали именно это общество, которое не признает Иисуса Христа спасителем, отберет его за тварь. Это давнейшний, давнейший спор сатаны с Богом. Ну, прошел по кругу земли. А Господь говорит, вот видишь? Вы плечево снимаете? А? Плечево снимаете. Вот видишь, вот видишь, говорит. Ну мы не боимся того, что мы говорим. Какие есть люди, праведники и так далее. Это все, как они натворили. Потому что ты их ограждаешь. Вас никто друга не будет. Отнимать не все. Это чисто для информации. Отнял от православных, убрал вот это ограждение свое. Сейчас православное, поэтому православие в таком загоне, что православные учения не могло вас держать в церкви православной. Ну, в истинной церкви Христовой. Ну, что армянская церковь, она вообще, это первое государство, которое приняло как... Христианство. Христианство, как закон свой. Внутри. Кто может я? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я вообще еще ничего не говорил. Ну, давайте. Ну, вот лично для меня... Лично для меня важно, чтобы учения, которых я придерживаюсь, были основаны на ее битве. И исследуя битву, да, вот на отношении к ее, что вы сказали, что... Ну, я в принципе этого слова даже не нашла. Ну, поэтому, как бы, я глубоко исследовала, если я нашла для себя удовлетворяющие ответы, апостолы. Если интересно, можете взять, как бы, спорить я не хочу, ну, ничью, религию не принижать. Уважаю дочку зрения. Любой религий, да, и любого человека. Да, да, глубоко. Ну, отец, сын и дух святой. Ну, я не хочу с вами сделать. Давайте, чтобы вообще... А зачем вам спорить? Я вам говорю, что в Библии написано. Говорят, отец, слово... А теперь это 1 Иоанна, 5 глава, 20 стих. А теперь остались отец, слово и дух святой. Если мы уберем, что дух святой, это не просто сила какая-то, а все-таки он дух святой говорил, дух святой призывал, это не сила, это... Ну, так же... Это существо разумное оказывается. Ага, может быть, я. Точно так же о мудрости говорится в Библии, да, что мудрость взывает на улице, да, в плечи. Да, да, премудрость. В плечи на главных улицах. Да, да, да. То есть точно так же можно сказать и мудрость, эта личность, но мы же с вами дети разумки. Ну, я совершенно разумный. Это Иисус Христос. Ну, это слово. Это слово есть, да. Это он и есть. Он и взывает, он и кричит на улицах, да. Ну, много. Через других людей. Да. Или через какие-то истории. Очень странные бывают они эти истории. А вас так зовут? У нас это не принято. Я православный христианин вызываю. Ну, вас именно лично. У меня есть более того, пожалуйста. Вот, все здесь. Здесь все, что вы захотите обо мне узнать. Берете, набираете, набираете, и тут все вот есть обо мне. Не только обо мне, все наши общения. Я хотела только ваше имя. Ну, видите, я не узнаю вашего имени по причине той, что... Не хочу, чтобы мы врагами встретились на том свете. Потому что, глядишь, еще Господь вам покажет истину. Кстати, очень много было лжепророчеств со стороны ваших руководителей. И, кстати, они каялись даже, лжепророчества. А лжепророки одно неправильно сказанное пророчество уже выводят из разряда праведников людей. Ну, мы же с вами сейчас не будем обсуждать о том, как... А мы уже обсудили, все. Внедрялось, слово такое внедрялось. У вас такое ученое слово. Да уж, внедрялось. И что там было так? И что там происходило-то? Ну, вы знаете, мы... А какая вам разница? Не знаю. Русские гнезья бандиты бандитами были. Но я обратился один ко Христу. Рассказали ему о Христе, он взял, обратился. А почему он не может обратиться? Кстати, из Владимира стал Василием. Что тут такое? Ничего, тем более ослеп. Как у апостола Павла все было. И когда крестили его троекратно в погружение. Вот он, он прозрел. Что тут такого-то? Ну, никаких легенд нету. Это вся история наша. Слушай, а ты какой веры вы держите? Я православный. И вот пришел он, привез с собой кучу греков. Но они не знали по-русски медицины. И не было у них Евангелия на русском языке. И все. И теперь эта Евангелие появилась только в 1776 году. Это я согласен, да. А раскол? Чего ты про раскол скажешь? А раскол как раз на этом и произошел. И все говорит о вечной жизни. Вы-то думаете, что вы будете всегда молодые? А придет когда-то время и ждут. Типа, ребят, шелузы. И тогда что? А может в смерти раньше прийти? Надо задумываться сейчас. В Донецке, видите, как там живут люди? А у нас почему? Евангелие читали? Да, это читайте Евангелие. Найдите в интернете, почитайте слова Божьи. Крупный шлиф. Да, да, да. Хороший, давайте. Все слова Иисуса Христа вечно жизни. Спасибо, Господь. Вас, Тиханя, тоже, Господь. А, кстати, тут телефоны есть еще, не только интернет. Телефоны, если что, звоните нам. Вопросы какие там вам? Да, пожалуйста, будем беседовать с вами. А я всю Библию уже прочитала от начала до конца. А, ну вот вообще... А вы знаете, я прочитал Библию 22 раза, прям своими глазами. А теперь сейчас слушаю, у меня есть начитанное через интернет. Да, я знаю, что это самое. Я уже, я каждый год прослушиваю два раза. Ну, до такой степени мне вообще по душе. Я тоже, когда прочитала, думаю, как же я сначала... Я сначала читала, не понимала. Да, 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 так и есть. А сейчас читаю, понимаю. Вы уже Новый Завет прочитали? Конечно же, Библия вся полностью от детского до и нового, и послание всем. Я начал искать Иуду, где там его зарезали или убили. Прочитал Мастер и Маргарита, а там же зарезали, написан Булгаков. Ну, он там это... А там в Библии ничего не говорится было. Да, 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 я начал искать, думаю, а я слышал, что он повесился. И когда он висел, то вот осинка-то как колышется, бабушка мне рассказывала. И он так же вот припыхался, и вот эта осинка оттуда такая дрожит все время. Оттуда эти... Ну, еще наши, видать, русские такие присказки. А в итоге я начал читать с начала самого Светкого Завета. Я же не знал, где про Иуду написано. А про Иуду в Новом Завете. И я прочитал всю Библию. А когда прочитал, то влюбился уже в Библию. Все, уже не мог остановиться. Мне тоже нравится. А сейчас... Так мне Господь в себя открыл. Я родился свыше через это... Читая на третий раз Библию, Господь через Ветхий Завет мне открыл в себя. Да. Я начал молиться Богу Отцу. Я встал на колени, начал молиться. Господь открыл я, покаялся в грехах твоих. Бросил материться, блудить. Ну, не курил я никогда. Пить водку, ну и так далее. Поэтому, то есть, все вот сбросил. И стал искать ответы на вопросы о вечной жизни. У меня главное было. И нашел Иисуса Христа. Вот у меня есть такая Библия, в которой, значит, я еще не начинаю с ней работать. Где по... Ну, вот отдельные, например, главы характеризуют какую-то особую, значит, ну, черту. Или что, почему вот Христос стал великими, там... В общем, я ищу, я говорю, я еще... А вы с толкованием не сталкивались? Есть толкование на Библию святых отцов? Нет, нет. Мы вот сейчас, у нас занятия идут по толкованию. Блаженный Феофилат. То есть, мы разбираем Библию по толкованию. Есть вот прям книга, и там стих идет, а потом идет толкование, растолковываются. А люди современные еще, наши вот сейчас праведные люди, которые живут, они комментарии еще на сегодняшний день дают. Потому что там бывает непонятно, это тысячного года толкования. Да. А комментарии на сегодняшний день, ну, что-то неясное, допустим, о проповеди, о благовестии, об отношении, как там относиться к протестантам, к мусульманам, к свидетелям Еговы, так называемым, они стоят вот здесь, которые не признают Троицу. Как относиться к ним? Они много не признают. Главное, Троицу не признают. Главное, они не признают Христа Богом. Они его держат, как просто человек. Да, не Бога, в очередь. Это плохо. Это не просто плохо, это ад. И они многих людей в ад зовут. И они себя так ведут, тихо. Я разговаривала с эголистами, и они меня призвали куда-то на какие-то собрания. Они, я говорю, им надо вас отравить. Я это сама не правила. Им надо вас отравить, чтобы вы не знали Христа. Я буду читать Духа, я буду читать Фибрию и изучать. А там явно написано, что Христос, он все сотворено Христом. А Дух Святой, утешитель. Вот он сейчас Дух Святой посылается. Вот этот буклет как раз показывает. Вот Дух Святой в виде огненных языков почил на каждом языке. Это Бог. Но снизошел он, наверное, так же. Да, снизошел. Именно так, слово снизошел. Потому что Господь хочет, что все люди спаслись и в разные миссии не пришли. И Он увидел, что среди этих людей будут спасаемые. И точно все спаслись, апостолы. Все бы умерли за Христа. Той или другой смертью. Да. Ну, спасибо. Помоги Господи. Спасибо. Звоните, пожалуйста. Спасибо. Я очень рада. До свидания. До свидания. У меня Евангелие. Есть Евангелие? Да. Ну, все тогда хорошо. Тогда почитайте. Веруйте в Иисуса Христа, Он Спаситель Наш. До вечной жизни. Если вы можете войти и послушать, здесь Евангелие насчитано. Там есть проповеди. Проповеди, да. Помоги Господи.